С 1 ноября в Сарове повысят тарифы на проезд в автобусы Горавтотранса. Одна поездка будет стоить 30 рублей за наличный расчет и 28 за безналичный. Сейчас горожане платят 22 и 20 рублей соответственно. Решение о повышении тарифов принимает Дума. Там напомнили, что повышения платы не было с 2018 года. И муниципальное предприятие больше не может эффективно работать при нынешней стоимости проезда. Люди понимают, что тарифы достаточно долгое время уже не поднимались. И предприятие уже накопило такой определенный, наш городской перевозчик муниципальный накопил экономический ущерб. И в общем-то повышение тарифов сегодня идет по той минимальной грани, которая возможна для того, чтобы предприятие могло оставаться на плаву. В год из бюджета Горавтотранса выделяют 93 миллиона рублей. На вопрос, почему город не может компенсировать выпадающие доходы предприятия, Антон Сергеевич пояснил, что отчасти это возможно. Но это путь, ведущий в никуда. Общий бюджет у нас около 5 миллиардов, но у города есть много обязательств в сфере образования, содержания дорог, строительства и так далее. И по сути, из большого, вроде бы, 5-миллиардного бюджета, 100 миллионов это кажется не так уж и много. Но когда мы выберем все социальные обязательства, которые городу необходимо поддерживать, на что нужно тратить деньги, бюджет развития остается не очень большой. И это всего несколько сот миллионов рублей. Вопрос тарифов долго обсуждали на уровне Думы и администрации. Пришли к тому, что повышение не коснется льготных категорий граждан. Для ветеранов месячный льготный проездной сейчас стоит 500 рублей на 2 месяца 800. Эти цены сохранятся. Оставшуюся стоимость поездки льготируется она из регионального бюджета. И в этом смысле, в случае повышения тарифа, мы даже выигрываем, потому что наше предприятие, Горавтотранс, получает дополнительные деньги на развитие, на свою операционную деятельность из регионального бюджета, дополнительные ассигнования. Вопрос стоимости проезда в частных маршрутках не сфера компетенции городских властей, поэтому пока нет никакой информации, как она изменится с ноября. Отказаться от услуг частных извозчиков возможности нет. Представители Горавтотранса отмечают, что у них не хватит ресурсов, чтобы полностью обеспечить город транспортом. Полное интервью Антона Ульянова о повышении тарифов смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.